В Сургуте начался снос еще одного аварийного двухэтажного здания на улице Марии Поливановой. Ветхий жилой дом 1966 года постройки, где занимали квартиры 15 семей, был расселен в мае. В течение двух месяцев провели организацию и сам аукцион по выбору подрядчика. Работы по ликвидации строения, зачистке территории и вывоз мусора на полигон завершат в ближайшие дни. Дом был признан аварийным до 1 января 2017 года и входил в региональную адресную программу. Напомним, она финансируется из трех источников. Это средства Федерального фонда ЖКХ, регионального бюджета и муниципальной казны. Две семьи и собственники квартир в этом доме получили компенсационную выплату. 13 предоставили благоустроенные квартиры. На сегодняшний день в Сургуте общая площадь жилого фонда, признанного аварийным до 2017, порядка 22 500 квадратных метров. Задача муниципалитета – обеспечить полное расселение этой категории жилья к 31 декабря будущего года. На текущую дату мы снесли уже 18 домов. До конца года планируем общее количество довести до 42 домов по сносу, в части сноса. И за 2023 год наша задача – обеспечить полное расселение 90 домов аварийных. Вот именно такой категории. Да, если мы это делаем, соответственно, мы полностью закрываем программу. Что для этого на текущую дату сделано? Уже порядка 70 семей мы расселили, кого-то путем выплат возмещения, кому-то предоставили жилье. Также на текущую дату муниципалитетам приобретено 319 квартир на аукционах на общую сумму 1,47 млрд рублей. Аукционные процедуры на приобретение квартир для предоставления гражданам по социальному найму муниципалитет еще продолжает. Общая сумма затрат на программу переселения составляет 1,7 млрд рублей. Кроме того, сейчас власти Сургута готовят к реализации первый пилотный проект комплексного развития территории. Местом для него выбран ареал улицы Марии Поливановой и проспекта Набережной. Здесь готовятся к ликвидации 9 ветхих домов, где проживают 50 семей. Будет проведен аукцион и уже в сентябре определится, кто займется реализацией идеи. Подрядчик должен будет произвести расселение, снос аварийного жилья и освободить себе площадку для строительства современных многоквартирных домов.